на ремонте вот такая посудомойка bosch не могу сказать какая это модель на что жалуется хозяин она выполняет все функции кроме набора воды если вручную налить воды она работает полностью выполняют все функции сливают воду но не наливает хозяину посоветовали поменять рукав наливной с клапаном он полностью шланг поменял правда он поменял только с внешней стороны его прямо подсоединил отрезал тут здесь снаружи и новый поставил подсоединил на изоляцию проводок не захотел залезть вовнутрь но это не помогло и после этого он уже обратился ко мне значит какая ситуация я думал посмотреть что будет что приходит на управление управление происходит здесь от командного аппарата если открутить винты вот эти верхние и вот тут сбоку с обоих сторон то можно снять то вот это только верхняя крышка так вот как бы вытаскивается и вверх тяните и она снимается и можно достать но посмотрел что сюда не идет провода от клапана не идут на управление сейчас покажу куда идут здесь вот заднюю часть можно вот эту часть можно вот так вот нажимаете скрываете вот эти провода которые он тут на изоленту снял закрутил можно было бы вот здесь подсоединить ну ладно тут уже такое дело значит управление она тут через этот разъемчик идет на два фиолетовых и на два сине красных один из фиолетовых идет вот вот сюда на вот этот микро переключатель нижний это как раз регулятор уровня получается что когда а вот управление регулятором уровня вот толкает мембрана толкает сюда шток и когда толкает сюда замыкается контакт значит когда уровня нет когда он не замкнут это замкнут этот разумки получается но не так разомкнут и средний и верхний но в таком положении должен быть замкнут верхний и нижний а он не замкнут здесь нарушился контакт микро переключателя если сейчас вот так вот я уже попробовал если я вот так вот сейчас замкнут два контакта то вода наливается все нормально включается ну а собственно а когда вода добирается до определенного уровня контакт разрывается и вода уже не заливается я проверил все работает то есть нужно или поменять я предлагаю не менять а отремонтировать вот этот микро переключатель он тут спаян этот легко снимается а этот приплавлен поэтому что мы делаем берем ножик строительный и здесь такой ствол и оплавлены края вот эти оплавленные края аккуратненько берем аккуратненько так подрезаем оплавленные края чик 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 чтобы стволы остались и вынимаем микро переключатель разбираем и чистим контакты потом назад вставим и приплавляем сам микро переключатель на другой стороне тоже две половинки соединены точно также нужно заплавлены нужно точно также края подрезать вскрыть почистить контакты почему почистить контакты они новые но во первых он специфический у него очень слабый нажим это не тот микро переключатель у которой клац-клац он нажим такой не сильно это во первых во вторых серебряные контакты оригинальные серебряные контакты это хорошо и долго работает если вы поставите дешевый китай с медными контактами или там с латунными то проработает намного меньше серебряный контакт чуть-чуть почистить буквально чуть-чуть лишь бы окисл снять будет работать вот и весь ремонт повторяйте на самом деле это несложно но человек видите потратил уже деньги серьезных стоит весь этот рукав вместе с клапаном впуска воды но и вопрос другом это же не помогло поэтому ну или спрашивайте у специалистов или обращайтесь к специалистам ну или хотя бы загулить нужно было у меня на канале очень много видео по ремонту в том числе есть посудомоечных машин но и другого оборудования поэтому все это сможете увидеть что самостоятельно возможно ремонтировать такую технику то есть сейчас снимаем решаем вопрос микро переключателем и все подписывайтесь на канал мира вам увидимся на канале все-таки покажу как я чищу контакты просто обрезаем для того чтобы потом остаток остаток ствола который останется потом расплавить и он уже эти остатки будут держать крепление по сути дело здесь нужно почистить по большей степени один контакт но почистим конечно все на всякий случай собственно и все края обрезали так не знаю видно ли вам так чтобы вот так вот смотрите я подрезал все края края для того чтобы вот сейчас вставляю и выковыриваю и приподнимаю крышку здесь приподнимаю крышку здесь собственно все оставляем контакт поднимается его оставляем контакт оставляем снимаем только крышку ну собственно и все так контакт выпадает контакт вставляем назад вот так вот такая ситуация значит что мы теперь делаем вот так что мы теперь делаем у нас есть один уже замкнутый контакт сейчас продавил продавил он должен немножко внизу стоять сейчас вот с этой вот с этой стороны должен стоять и надавливать туда стоять и надавливать не попадая в кадр вот так в данный момент замкнутая это замкнутая с вот этим но контакта нет но зато свободен контакт вот этот мы безболезненно средний можем снять почистить мелкой наждачкой берем мелкую наждачку самую мелкую которая у вас есть у меня здесь оказалось двухтысячная и просто пару чирков пару чирков здесь и пару чирков здесь не попадаешь и пару чирков можно этим сделать а можно взять пилочку для ногтей алмазную уже мы сейчас возьму взял не у жены но когда-то она конечно было когда-то давно и чистим теперь нажимаем на кнопочку она проваливается и теперь можем эту снять но она все такая ну прямо подгорела прямо подгорела не знаю видно вам или нет прямо конкретно подгорела так ну вот и нужно четко почистить ну и конечно это это же такую чистку нужно провести и на ответные части не теряем ну здесь я это уже сделаю это наверное тоже так все теперь возвращаем назад оба контакта и все теперь у нас она как новая теперь контакты как новая все падает сегодня не мой день так ставим назад красную штучку которая будет подталкивать проверяем как работает собираем все вместе накрываем крышечкой и подпаиваем заплавляем выжигателем можно приклеить клеем и ставим на место в в в в и в Продолжение следует...